Сегодня я расскажу о российской семье, в большей степени о советской семье и о том, как следы нашего советского прошлого прорастают уже в современности. Будет исторический обзор, будут картинки, а в конце будет социология, социологические исследования, опросы последних лет. Хочу сказать, что такой феномен, как советская семья, советская социальная политика, советская семейная политика – это совершенно такой особый исторический и социологический феномен, который изучается многими дисциплинами во многих странах. В этом написано «Горо книг», потому что это действительно был эксперимент, социальный эксперимент, который поставлен на огромные территории бывшей Российской империи. И события 18-го года, 17-18 года, когда были приняты самые первые декреты советской власти, они непосредственно касались семьи, материнства и женщины. И это было не случайно, потому что сама политика, социальная политика, которую большевистское государство выстраивало, оно опиралось на марксистскую мысль, на марксистскую, на социал-демократическую, которая к тому времени уже очень хорошо разработала женский вопрос. И все мы знаем, что в 1917 году женщины в Советском Союзе, когда Российская Федерация получили право голоса. Но на самом деле, если уточнять, то получили право голосовать и быть избранными. Для страны с таким патриархальным пошлем, как Российская империя, где мужчины получили право голоса только в 1905 году, это для нашей страны был определенный прорыв. Вообще, можно сказать, даже европейская стала демократической мыслью и движением. Дело в том, что вот первый съезд, конечно, это все было подготовлено. То есть хочу, чтобы вы поняли, что большевики, принимая первые декреты, конечно, эти темы в обществе уже обсуждались, уже существовало женское освободительное движение. Оно боролось за эмансипацию женщин. Эмансипация – это освобождение от зависимости. Говорят, эмансипация рабов, предоставление свободы, например, рабам в США. Говорят слово эмансипации. Мы говорим об эмансипации в применении к Российской империи. Женское движение существовало несколько десятилетий, до 1917 года. Но оно было буржуазным. То есть права, за которые боролись женщины, это было право голоса, право голосовать. Но в первую очередь право доступа к профессии, право доступа к образованию. Социалисты мыслили более глобально. Социалистическая мысль предполагала, начиная с Фридриха, Энгельса и Августа Бебеля, что должен быть коренным образом решен вопрос капитализма. Вот первый съезд. Это февральская революция в Самаре. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на самый последний лозунг, неплохо читаемый, но там написано «За женское равноправие». То есть эта тема была на слуху. И февральская революция, которая, ну как иронично иногда пишут, началась с бабьего бунта, когда женщины якобы воевали, женщины боролись за то, чтобы появился хлеб, что они устроили вот такой бабий бунт, гранили лавки, и тысячи женщин вышли на улице Петрограда. Но в то же самое время, в феврале-марте, прошла такая тысячная демонстрация именно в поддержку женского равноправия. Следующая картинка. Ну и вот я хочу такую табличку показать. Самые первые страны, которые предоставили женщинам право голоса и СССР, ну правильно было бы написать, конечно, Россия тогда, мы буквально входили вот в первую десятку. И теперь, собственно, несколько слов буквально об основоположниках. Вот это стало демократической мыслью касательно женского вопроса. Еще Энгель в 1884 году написал книжку «Происхождение семей, частной собственности и государства», где он предлагал разделить по-разному относиться к семье, которая является ячейкой буржуазного общества, и к браку, к добровольному союзу. Только с коренной реформой, только с отмиранием капитализма, а вернее только с революцией, которая покончена с капитализмом, будет покончена со старым сословным бумагом, и женщина может освободиться. Потому что в центре неравенства лежал вопрос собственности. Дело исторический анализ Энгельс указал, что мужчина первым стал владеть частной собственностью, и желая передать эту собственность своему наследнику по мужской линии, он, ну я так упрощенно, конечно, сейчас говорю, как бы пытается контролировать женщину, ее репродуктивный план, ее репродуктивное поведение, и таким образом женщина в семье, попадая в такую моногамную семью, она становится как бы заложенцей этой семьи, очень строго контролируется и в семье, в роде, в клане, контролируется сексуальное поведение женщины. И женщина, как писал Бибель, есть первое человеческое существо, попавшее в рабство. Вот книга Бибель «Женщины социализм», здесь очень красиво так оформлена в стиле модерн, она выдержала в России несколько переводов и десятки изданий, и не зря Александр Каланта называл ее женским евангелем. Нужно сказать, что эти идеи были хорошо просвещены публике известной. И следующая картина. И Александра Каланта, одна из первых руководителей Центрального женского отдела в Советской России, имела к тому времени, к 1818-19 году, уже за плечами большой опыт работы среди женщин. Она была известным оратором, она была публицистом, она уже писала по женскому вопросу. И в отличие от буржуазных, суфражистских, например, движений, суфражисты – это движения, которые были сосредоточены только на получении политических прав. Право голосовать, быть избранным. В рамках Российской Сталдемократической партии большевиков призывали женщину, работницу, присоединиться к борьбе мужчин своего класса, классовой борьбе. Только в решении классового вопроса, только в уничтожении капитализма, только в рамках решения этого глобального вопроса, возможно, было решение вот этого частного, женского вопроса. Встанем дальше. Вот интересный просто момент. Хочу показать. Картина Сака Бродска в открытии Второго Конгресса Третьего Интернационала. Очень известная картина 1920 года. Коминтерн – это такая зонтичная, такая огромная организация, в которой объединял коммунистические и стал демократические партии разных стран. И в 1920 году сюда были приглашены приемли английские суфражистки. Они тоже, особенно такие липы, как Сильвия Панкерс. Она оставила об этом воспоминания. И меня очень удивило, когда я читала воспоминания другой англичанки, приехавшей после Панкерс. Это Клар Шеридан. Это женщина-скульптор, которая молодое советское правительство пригласило сделать первые бюсты вождей революции Троцкого, Каменева, Ленина, Держинского. И вот здесь она рассказывает, возможно, вам не видно, я перескажу, что когда она вышла за Кремлевские стены, она шла, разговаривала со своим попутчиком на английском, к ней подошел старик, одетый совершенно по-крестьянски, и спросил ее на английском языке, а вы Сильвия Панкерс? Она ответила, что я англичанка, но я не Сильвия Панкерс. Но я надеюсь, что вы коммунистка, и что вы также преданы делу коммунистической партии, как и она, и ее это потрясло, то есть, что в этой стране в декабре 2020 года, когда не было в Москве ни света, ни воды, люди совершенно обносились и ходят вот в каких-то таких вот в обносках, что люди знают такую деятельницу английского суфражистского движения, социалисту Сильвию Панкерс. Да, эти люди, эти фамилии были на слуху, они были известны. И перехожу уже, собственно, к советской политике. Ну, все мы знаем со школьных лет, что советская власть освободила женщину. Вот первые декреты – равная оплата женщин и мужчин за равный труд. Женщинам предоставлялось право на освобождение по беременности и роду 16 недель, и это был самый большой длительный отпуск в мире. Тогда во многих странах вообще еще никакого социального законодательства не было. Установлен был минимум заработной уплаты без различия по. Более того, была в течение 22-23 года введена так называемая позитивная дискриминация мужчин. Это как сегодня. Вот мы знаем по Америке, по западным странам, когда квоты, например, вводятся для черных для того, чтобы уменьшить дискриминацию и предоставлять льготы, например, при поступлении на работу или при поступлении в УЗ. Вот в 22-23 году в Советской России то же самое было для женщин. Были квоты при увольнении, при приеме на обучение, при выдвижении на руководящую работу даже. В 28-м году была введена квота на женщин. Самые первые декреты касались отмены сословного брака. Сословного брака, новое законодательство, церковный брак. И уравнивался в правах гражданский брак, то есть зарегистрированный в органах ЗАГСа и фактический. И вообще советское законодательство становилось на сторону женщины. Оно поддерживало женщину, например, в таком вопросе, как установление отцовства. Ну, тоже известный факт, что в 26-м году был объявлен, был введен новый такой порядок проведения развода. Развод можно было инициировать. Развод, которого вообще не было в царское время. Ну, то есть в церковном браке ты венчаешься, в общем-то, один раз. Хотя, конечно, разводы существовали, но нужна была очень резкая причина. Например, бездетность. Или объявленное, выявленное при любодеянии одного из супругов. И тогда накладывалось еще какая-нибудь субъективе, например, 8 или 12 лет безбрачия. То есть ты не можешь вступить. Советская Россия отринула вот эти нормы все. Законодательства актов гражданского состояния появились в ЗАГСы. И развод вообще упростился до одного дня. То есть можно было в одностороннем порядке и просто по методам уведомления привести этот развод. Также были уравнены во всех правах незаконно рожденные дети. Это тоже было таким новаркством. Нужно сказать, что в 2020 году были легализованы аборты. Это была, в общем-то, тоже первая сторона, которая это сделала. Аборты, правда, оговаривали, что это будет обязательно в медицинском учреждении. Но так как никакой другой контрацепции доступно не было, вот эта мера была принята. Нужно сказать, что вообще обсуждение тем абортов, оно уже до этого шло в течение примерно 10 лет. Особенно в Первую мировую войну уже раздавались голоса о том, что нужно эту меру как, может быть, какую-то частичную рассмотреть. Потому что когда война, когда начинается голод, когда начинается безотцовщина, и женщины, которые идут на производство, чтобы заменить мужчин, которые уходят на фронт, очень трудно совмещать роль ветеринства и с оплачиваемой занятостью. То есть эти разговоры уживились. И вот большевики пошли на такие радикальные меры в общем-то в огромной крестьянской традиционной стране. И вот блокады Первой мировой советской власти, которые мы здесь видим, они, в принципе, объясняют нам саму политику. Что хотело партия, что хотело государство от женщин. Женщины, по сравнению с мужчинами, конечно, считались такими политическими отставами. Если мужчины подлетали на заводе, он там вступил в профсоюз, он там вступил в партию, он сознательный. А дома женщина, которая сидит с кастрюльками и с детьми, она темная, она несознательная. Особенно сельская женщина. Вот категория отсталой сельской женщины, особенно если брать Российскую империю, какие-то азиатские окраины, то есть там женщины в Ченгеле, в Туркестане. То есть это вообще была проведена отдельная работа. Кстати, вот у нас в Самаре одно время как раз находился жирнодел по работе женщин в Туркестане, потому что мы на этой железнодорожной ветке находимся, Москва-Ташкент. И сначала у нас как бы вот этот жирнодел по восточной работе формировался здесь. И вот если мы посмотрим плакат «Освободим женщин от кухонной кабалы для работы в социалистическом производстве», нужны рабочие руки. В 20-е годы начинается индустриализация, первые пятилетки, начинается коллективизация в сельском хозяйстве, нужна женщина-работница. А для того, чтобы женщина вышла на производство, ее нужно освободить от той домашней работы, которая ее удерживает дома. И вот здесь много маленьких плакатов, но смысл всех один. Женщина должна учиться без… На четырех плакатах женщина в Красной Косынке – это работница. Это работница более сознательная, городская, фабричная работница, которая несет как бы свет в крестьянские массы. Она привозит деревню книги, она женщину вытаскивает за руки из-под заваривших ее нечищенных самоварах, тряпок, корыла с грязным бельем. Она открывает ей дверь в новую жизнь, где новый был. Вот за спиной у крестьянки и у работницы, которые держат руки, новые заведения, новые общественные пространства, организации, которые государство предполагало создать для того, чтобы освободить женщину от домашней рутины. Баня, детский сад, ясли, школа, детский клуб, клубы для взрослых. То есть те все заведения, которые помогут женщине, например, решить проблему с материнством. Давай следующий плакат. Создание детских сетей, детских садов охраны материнства, молоденчества и детства. Была даже такая организация охраны младших. И вот мы здесь видим на блокадах разных десятилетий. Плакат 20-х годов, плакат 40-х, простите, 30-х, 40-х, 50-х. Мужчину мы здесь не видим. Мы видим активную женщину, которая уже получила орден, как вот на этом блокаде на самом первом. И судя по тому, что это платок и тюбетейка, мы понимаем, что это адресовано как раз национальным окраином. За ней находится школа и детский сад. И вот здесь она уже стоит у открытых ворот, провожает ребенка, машет ему. И такой символический отец на заднем плане, товарищ Сталин, который как повезливо присутствовал. В песнях, стихах, мы знаем все с советского времени, сдали наш отец родной. Потому что, действительно, его фигура олицетворяла с собой всю мощь государства, которая помогала женщине. Ну, представьте, рождается ребенок. Дается, допустим, двухмесячный отпуск, оплачиваемый. А потом вы можете ребенка отдать в ясли, в круглосуточные ясли, в детский сад с пятидневкой. То есть, где у вас ребенок все пять дней. Уберете его только на субботу, на воскресенье. Ну, тогда даже был один выходной. Более того, если летом с дачи дети организованно выезжали на... Детский сад выезжал на дачу, а школьники выезжали в померские лагеря. То есть, вы, в общем-то, ребенка могли вообще не видеть. Кружки. И все это было организовано государственно. То есть, все это было бесплатно. Кружки, секции. В доме, где вы проживаете, органы ЖАКТа делали детскую домовую комнату, детскую библиотеку. Общественники занимались тоже, помогали с детьми. И поэтому, таким образом, как бы высвобождалось время у женщин, где была помощь со стороны государства в решении вопросов материнства. Точно так же сеть столовых, сеть кулинарии и домовых кухонь, которые развернули. Вот у нас в Самаре в 32-м году тоже была домовая кухня. Была идея того, что кулинария, что домовые кухни, где вы можете получить уже готовый обед в сутки и взять его домой. Что отомрет вообще необходимость в кухне, в квартире. Что вам не нужна у вас дома. И по этому проекту домов коммун 30-х годов, которые сохранились, например, в Москве, огромные дома. То есть там вообще предусматривались только маленькие комнаты, маленькие очень. Но зато первые этажи отдавались под детские игровые комнаты, под библиотеку, под комнату для настольных игр, комнату для вышивания. То есть общественное пространство, куда вы можете спуститься, в общем-то отдыхать в коллективе. А кухня вам не нужна, потому что в первом этаже у вас прекрасная столовая. Конечно, то, что я и рассказываю, во многом осталось таким проектом. Не все было воплощено, но по крайней мере были такие попытки, были такие задумки. Ну и вот здесь тоже мы видим, в общем-то все эти женщины работающие, с депутатским значком на пустовую сыну, будь достойным сыном Родины, или дома вместе с детьми, решая какие-то проблемы домашнего хозяйства. Мы видим, что мужчины здесь не присутствуют. Давай следующую картинку. Ну и Конституция 1936 года. И вот считается, что тот первый период экспериментов закончился в середине 30-х годов. Когда была принята Сталинская Конституция, вот 12-ая статья, женщина представляется равной правой с мужчиной. И вообще было объявлено, что женский вопрос уже решен. Что в законодательном отношении Советский Союз уже был самопередован в мире. Что неравенства у нас нет. Равноправие достигнуто. Достигнуто оно и в профессиональной сфере. То есть, так как были тарифные сетки по оплате труда, то, соответственно, это невозможно было как бы дискриминировать женщину в оплате труда. Ну там другие механизмы совершенно работали. Но официально, как бы действительно, дискриминации не было. Все были равны, уравнены права. Было объявлено о том, что женский вопрос решен. И вообще середина 30-х годов – это своеобразный такой откат в эксперименте. То есть, это уже государство практически построенного такого сталинского ампира, сталинского классицизма. И вот эта открытка – спасибо товарищу Сталину за счастливое детство. То есть, вот кому была адресована вся благодарность, кто был тем символическим акционом. И поэтому вот в истории, в социологии про советское время говорят о том, что был заключен как бы такой договор. Оно не классное, мы так говорим. Такой контракт, гендерный контракт работающей мать. Женщина совмещает две функции – она работа и она мать, потому что все-таки ее гражданский долг – это вырастить и воспитать граждан своей родной страны, молодой советской страны, советские граждане. Это гражданский долг у женщины оставался. То есть, работающая мать, две ее репостаси, со своей стороны государство обеспечивает ей вот всю ту инфраструктуру, поддержку, институциональную поддержку в решении вот этой гендерной роли. Ну и вот адмокады 1936 года, как раз адресованные Конституцией, где мы видим ребенка уже не под Вифлеемской звездой, это тоже такие символические вещи, да, под советской звездой он рожден. И вот счастливая семья, модель семьи двухдетная, в общем, какая она в советское время утвердилась. И ребенок крестильной рубашки держит советские сложины. Следующий. В сороковые годы, плакаты сороковых годов, вот это плакат адресован городской женщине и сельской женщине. И в этом плакате я принесла вот книгу, которая так и называется «Материнство и детство» в советском плакате. Вообще конструкты как бы родительства, да, в общем-то он не был актуален. Это конструкт уже как бы такой более позднего времени. Зона ответственности женщины – это материнство, конечно. И вот мы увидим активных женщин, которые призывают осваивать профессии, работать, становиться депутатом. За ее спиной такие же депутатки сидят, да. Ну и вот присутствующий мужчина, либо это какой-то профессионал, который ей передает свое знание, либо это, конечно, товарищ Сталин. При решении каких-то своих проблем она обращается к депутату, она обращается к праву, она обращается в партийный комитет. Сегодня нам, конечно, сложно вообще представить, что вот той привычной семейной интимности и какого-то права неприкосновенной частной жизни не существовало. Не то что потому, что она как бы грубо нарушалась, а потому, что это было крестьянское общество. Крестьянское общество с традицией проживания в большой межпоколенной семье. 90 процентов, скажем, до революции жило в деревне, в обычной избе. Хорошо, если в пятидесяти. То есть когда-то две половины, да. Но бывает уж просто. В избе, где все вместе. Семья многопоколенная, то есть три поколения семьи. Оставики, родители, дети. С одной стороны, в традиционном обществе женщина, выходя замуж, знала совершенно точно, как пройдет ее жизнь. То есть ей была предписана вполне понятная семейная роль. Она будет рожать. Сколько Бог пошлет. Представить, как сегодня мы говорим, ну сколько вы детей у нас делаете? Ну один-два. Конечно, никакого момента не умеет. Сколько Бог пошлет, столько и будет. И она будет жить, скорее всего, в семье мужа. То есть со свеклом, со свекровью. Не повезет, если будет младшей свекровью, младшей невесткой. Потому что младшая невестка – это вообще на положение, как бы принеси подарок. И своим домом ты, может быть, выделишься уже через лет десять, двадцать, а то через лет тридцать в жизни, когда уже умрут твои свекры со свекровью, и вы, может быть, тогда будете своим домом и сама ты уже станешь свекровью. Переезжая в города, когда мы говорим об индустриализации, да, люди попадали в заводские общежития, где, конечно, в городе уже не было такого плотного контроля над твоим поведением, в том числе наджирским поведением. В деревне каждый знает, куда ты пошла, когда пошла, а кто-нибудь на окошко там прошел. И, конечно, такое плотное сожительство вместе все в одном пространстве, у вас не было никаких тайн, никакой приватности. Приезжая в город, человек, конечно, сразу ощущал вот эту анонимность, да, тебя тут никто не знает. Делаю, чем хочу, куда хочу, и никто мне ничего не скажет. В общем-то, с одной стороны. Но, с другой стороны, изолированных квартир, в нашем понимании, практически не было до Прущевского города. Люди жили в коммунальных квартирах. И ребенок был, в общем-то, такой, можно сказать, ребенок рос во дворе, среди соседей. Вот воспоминания детей, воспоминания, вернее, взрослых людей, которые привели свое детство в 40-х, 50-х лет, и в конце он резюмирует. Может быть, вы помните, такая была миниатюра у Аркадия Райкина, когда он рассказывал, что, уходя на работу, как раз посвящено перегруженности этой женщине, уходя на работу, она просит всех своих соседов встречать. Ну, его Ваньку встретишь – шлепни. Кого-то просит – шлепни, хлопни, дай подзатыльник, напомни. И в конце он резюмирует. Кто шлепнет, кто хлопнет, кто треснет, а все вместе получается воспитание. И представление, как бы, вот такой вот семейной интимности, да, о том, что нужно, как бы, единственная какая-то семейная, частная жизнь, которую, как бы, нельзя нарушать – этого не было. Дело в том, что еще так, как семья была все-таки общественным делом, да, и воспитание детей, вполне нормально было прийти с проверкой, с проверкой в семью, в каких условиях растет ребенок, чем он питается, где он спит, есть ли у него вообще постельное белье, да, потому что оно не тогда вообще-то появилось, где он учит уроки, есть ли у него свой собственный стол, или он просто на общей кухне сидит, вот где-то пишет. Когда была диригиозная компания, вполне могли к вам прийти заходы с правством и проверить, если у вас в семье иконы, откройте сундуки, поверьте в сундуках, не прячьте ли вы их в сундуках. Это не воспринималось, как нарушение прав человека. Давайте следующую. Ну, и вот посмотрите, интересно, вот даже плакат слова матери героини, а это уже было введено в сороковые годы, как раз в годы войны, вот после Сталинской Конституции идет, конечно, ужесточение законодательства. Во-первых, отменяют аборты. Они запрещены были. Запрещены до 54-го года. Даже до 55-го года, простите. Это было объяснено как забота о женщине, как забота о ее здоровье. На самом деле, нужны были рабочие руки. Нужны были рабочие руки, нужны были дети. Тем более, когда началась война, была еще утверждена ордена матери героини, чтобы тоже как бы символически поощрить. Также был введен налог на бездельность. Вот начиная с 44-го года до конца 80-х годов молодые люди достигнули, мужчины и женщины достигнули 18 лет, которые, не имея детей, платили налог за бездельность ежемесячно. Это потому что тоже не выполнение в раме ваших гражданских обязанностей. И третий период уже начинается, конечно, с Кущевского времени. Здесь тоже, как вы видите, мать героини, но отца тоже нет. Он вообще как бы деприлированный семье. Он вообще, по большому счету, там и не нужен. Если мы говорим о решении каких-то мужских положительных работ. Есть образ женщины, работающей матери, образ женственности. А какой образ мужчины советского в семье он вообще не проработает? Дальше листаем. Вот стихотворение «Огни по рту» «Медвежонок невежина». Когда рассказываете, как неправильно воспитывают медвежонку баллы, медведи заблоковят. Тут, конечно, такая легория, да? Как тут людей. Что отвечает ей отец? «Эта мать должна уметь влиять на медвежонка, сынок, забота ваша, мотова и мамаша». Материнство – полностью зона ответственности к женщине. Ну, а кто же будет ей тогда помогать советской женщине, да? Ну, помимо правкомов, завкомов, которые можно обратиться за помощью, он побежал бы на неродинку с супругом, который подбивает всю зарплату. Дети. Дети должны помогать. В 50-е годы были введены уроки домогруза. Обязательно. Для этого их не было. Ну, действительно. И столкнулись с тем, что дети выросли в низких летах, в школе, в продленке, на пятидневке. Дети не умеют готовить. Дети не умеют шить. Мама всегда на работе занята. Ну, кто все это будет? Как, где передавать вот эти гендерные навыки, которые раньше передавались в семье? Да? Там бабушки, ребенок, крестьянских, в расширенной семье. С бабушками уже мало кто жил. Да? Уже идет переход в 50-60-е годы вот к той семье, которая называется нуклеаром. То есть это двухпокоренная семья. Вот это современная семья в индустриальном обществе. Родители и дети. И вот уроки. Уроки труда, где дети начинают. Девочки, обратите внимание, столярные темы. И только шили-вышивали. Мальчики в блокадах призывают учиться шить и чистить картошку. И вот это вот примеры штопок, которыми тоже обучали штопы из белье, штопы или грибочки. Это уже, конечно, совершенно ушло, да? И хотя наступало общество потребление, все-таки уже появляются товары, которые облегчали повседневную жизнь, были смазы, холодильники. Но все равно был товарный дефицит. И он был очень серьезный. И женщины тратили огромное количество времени именно на поиск и покупку продуктов и товаров. Вот такой непроизводительной такая вот была трата времени. Также в 50-е годы вспомнили о домовых кухнях. Мы их открывали. И в Самаре тоже были. На Самарской площади были открыты. Большая дымовая кухня на старом заборе потом уже в 70-е годы. Дымовая кухня, где можно было заказывать, приходить и брать вот такие вот этажные сутки были, еду готовую домой. Это, в общем-то, потом осталось на лодке кулинарии. Кулинарии, где вот прокладывали полуфабрикаты. Это все тоже, то есть ничего не появлялось само собой. И потому, как сегодня говорят, есть спрос и появилось. И это все были меда социальной политики, социальной поддержки, поддержки семьи. Начинается жилищная реформа. Появляются изолированные квартиры. В общем-то, вот молодежная семья. Один-два ребенка. Для того, чтобы еще женщина родила второго ребенка, еще должны были целые агитационные кампании, обращения, что-то. Но, как я уже сказала, в 55-м году возвращается право наоборот. И он все советское время этого был, к сожалению, единственной доступной женщиной метод контрацепса. Другого не было. Ну, вот здесь мы видим семья, которая идет с золотым ключиком к светлому будущему, откроет потом волшебную дверь, заготовит. Вот этот коммунизм. Появляется заливанная квартира. Вот посмотрите, пожалуйста, очень хорошие такие линии граверы, которые уже показывают изменившиеся. Если вот открытки сороковых, пятидесятых годов, первомайские открытки особенно. Там всегда вот люди в окружении, семья идет вот поколенной с шариками, с цветами. То шестидесятые, семидесятые годы – это уже время отдельных квартир, хрущевочек, маленьких, но сходя. И в литературе поворот тем, и особенно в кинематографе уходят производственные романы, большие стройки с экранов. Начинают сниматься мелодрамы о вполне жизненных ситуациях, о любовных треугольниках, фильмах, фильмах, где именно взаимоотношения мужчины и женщины, какие-то семейные проблемы. И вот эта вот картинка «Семья», где вообще завтрак такой, минималистический. Три чашечки кофе, тоже такой городской стандарт, маленькие чашечки, кофе, все. Это уже так очень от деревенского застолья отличается. И семья, вот на втором районе тоже. Семья – вот этот вот мирок такой интимности. Вот это начинает цениться, и об этом начинают, как я уже сказала, песни, фильмы снимать, об этом писать произведения. Все-таки это отипы. Появляются произведения, которые направлены именно на анализ чувств и анализ взаимоотношений. Межличности, между мужчиной и женщиной, в том числе отношения с собой. И вот такая очень любимая карикатура. Каждый, получив квартирку, начинает в ней жить как он хочет. И вот здесь, как на балконе, кто? Людей появляется упорно. Это еще связано с тем, что в 60-е годы был добавлен второй рабочий день. Появилось два выходных дня – суббота и воскресенье. И вот если в крестьянской семье у вас там вообще нет выходных, понимаете? Потому что в крестьянской семье в традиционном производстве не отделено потреблением. То есть то, что вы произвели, даже если вы там ремеслили, да? Вы это же и потребили. Вы всегда на работе. У вас коза, может, он прям с вами вот здесь живет, живет зимой. У вас оборот, у вас куры и так далее. У вас нет этого разделения. В городе у вас 8-часовой рабочий день. В 5 часов в 6 вы свободны, все. У вас появляется досуг в свободное время. Чем его заняться? Женщина понятна, чем изменит. Но подготовка оказалась в том, как в 60-е годы начинают в советской социологии, которая начинает обучать семью. Что несмотря на то, что женщины работают наравне с мужчинами, и женщины у нас равноправные, в отношении внутри семьи перераспределение домашних дел не происходит. И не только потому, что мужчины как бы сами не хотят тратить тоже, но порой такое, что женщины не готовы этой работой делиться. И вот это был, конечно, парадокс, который изучался в 60-70-е годы, изучая бюджет времени, сколько женщина тратит. И было выяснено, что женщина тратит, например, на семью 31 час. Женщина здесь не сможет на домашние дела. А мужчина тратит 10 часов. А женщина, которая не имеет детей, но не имеет мужа, тратит на 6 часов меньше, чем женщина с мужем. Таким образом, то есть вставал вопрос, возможно ли вообще как-то перераспределить домашнюю нагрузку. Почему мужчины, как на нижней фотографии, то есть Крущевские дворы – это сразу столы, игра в козла, игра в шахматы. И кто помогает женщине? Помимо, как я уже сказала, должны помогать дети-школьники, помогает ее родственница, бабушке. Вот это ключевое слово, которое вошло, кстати, во все языки. Все иностранцы, которые приезжают в Россию, они очень быстро узнают слово «помышка». Потому что это как бы такое слово непереводимое. Женщина для того, чтобы все успеть, она напрягает свою родственную сеть. Ее сестры, ее тетки, ее мать, все ей должны помогать. В общем-то, все помогают, как выставлено, да? Она опирается вот на этих женщин. Вот фотография «Веркний» – это в Москве один из бульваров, где фотографии 70-х годов, где деревенские такие бабушки в шаре закутанные гуляют с детьми. Внизу картина, тут бабушки сидят под сиреней, у них уже все платочки каждая из колясок. А вот эта вот фотография, она была сделана для журнала, и вообще, я думаю, она тоже такая постановочная, где папы гуляют, очень известная фотография, она на многих выставках участвовала. Это 1970-й год, Никитский бульвар, и вот папы идут с газетами, да? Гуляют с колясками. Ну, сейчас можно сказать только с телефоном, да? То есть то же самое. Но они не просто как бы гуляют, они сходили за газетой. Сходили в киоск, купили газеты, и вот они как бы возвращаются. И еще такой один очень интересный момент, который был связан с изменением вот этого брачно-семейного мира – это появление свадебной обрядности. Вот сегодня нам кажется, что так было всегда, да? Белая фата, белая платья, а на самом деле до 1950-х года свадеб не было. Ну, то есть, конечно, в деревне играли свадьбы, но не было торжества. Дело в том, что органы ЗАГСа тогда, они были в составе МВД, милиции. И любой акт гражданского состояния, ну, просто вы могли прийти, подать заявление тогда такого, что два месяца, как сейчас, это уже более поздние меры, вы могли подать заявление, и прямо вот тут же вас могли расписать. Получали просто справку. Перед вами в очереди кто-то стоял, который смерть зарегистрировал, за вами регистрировали брак. То есть это была просто процедура. И в конце 50-х годов, когда уже было ясно, что есть демографическая проблема, что женщина в среднем, на одну женщину, женщина рождает как бы менее двух детей, то есть есть уже депопуляция. Сейчас у нас еще меньше, у нас один дом с чем-то на одну женщину приходится, ребенка, то есть даже полтора дровосека нету. И чтобы как бы поощрить женщину вступить в брак, в том числе и мужчину тоже, решили, что нужно заработать новую свадебную обряд, чтобы людям было красиво, чтобы они захотели пойти в красивый ЗАГС, чтобы они одели красивое платье, чтобы они одели фату, и чтобы они не ходили, например, еще в церковь, да, где очень красиво, свечи горят. Была разработана целая процедура первой свадьбы, вот это 55-й год, вот фотография 67-го года, и появляется салон для новобрачного. Вот здесь вот фотография, вот тут люди не видно, знаете, в фуфаках и платках, и смотрят на вот этих манекенов, да, потому что только-только начиналось прочное наручное употребление, но подовых товаров, как я уже говорила, не было. Конечно, вот в этих салонах можно было только получить эти вещи, кольцо, ткань, только проверив талончик, чтобы вы зарегистрировали, что вы собираетесь подать заявление. Первым официальной свадьбой была такая государственная свадьба Валентина Терешкова и Андриана Николаева. Это были два космонавта, которых знала вся страна. И это был такой санкционированный в партии правительства брак, и буквально, потому что это благословил сам Никита Хрущев, посаженным отцом подминистра обороны Малиновский. То есть это были акциональные фотографии сделаны, которые публиковались в журналах, и все увидели, какой должна быть свадьба. Короткая, по-моему, в 50-60-х годах в платье нефесты, какая-то юбка у фарта, цветы в суммороде, была специально разработана церемония. Они объехали все памятные места Москвы, возлагали цветы к вечному огню, к памятникам. Потом это все уже на районной области перешло. В Самаре тоже был разработан, тоже был свой круг почета, то есть в такси выделялись машины, которые работали на свадьбе. У них тоже были вот такие объекты, где нужно было возлагать цветы. Вашюты были проработаны, все само собой не появляется, все было придумано. И вот эта свадьба, вы постановочная фотография, посмотрите, ее напутали, героев, да, дает им прихватеческое напутательное слово. Вот это была такая первая официальная, официальная, одобряемая свадьба в смысле торжества, потому что потом еще были сделаны фотографии, конечно, самого банкета, как бы уже был приведен банкет. Следующую фотографию. Это церемония именно лечения. В семье рождается ребенок. Нужно как-то не просто пойти справку получить, а чтобы это была процедура. Была придумана тоже процедура именно лечения. Вот здесь вот этот деревенский ЗАГС, семь мам сидят напротив, шесть пап, один стул пустой, старухи собрались деревенские. Вот были придуманы специальные сценарии, сценарные книжки по ЗАГСам рассылались, как проводить эти обряды. А в нашем городе, очень интересная была такая процедура придумана, это встреча миллионных жителей. Миллионных жителей нашего города была выбрана семья молодых рабочих, было несколько претендентов, но лучше всего, конечно, по нашим, по идеологическим причинам, молодые рабочие заводы имени Фрунзе, у которых родилась дочь. И это была процедура в Глубе Мир. Вот там тысячи один миллион написан, на стене вы видите, там, счастливая мать с ребенком, да, держит. Ребеночек лежал в рюльке, сделанный как ракета. Это шестидесятые годы. А вокруг, на нижней фотографии, вокруг, вот как фея, в сказку вокруг спящей красавицы подходила. Там был посетитель горосполкова, был директор завода. Все давали наказ родителям и дарили подарки. Вот эта процедура, она тоже освещалась. И вот эта девушка, девочка Наташа Белова, через три года она попадает на бушку «Огонька», очень популярного советского журнала, хотя к тому времени семья уже распалась. У них уже тогда, в все послевоенное время, разводы, кривая разводов очень сильно распала. Сейчас мы уже говорим о том, что у нас половина браков распадается. Но уже в шестидесятые годы тоже эта проблема была очевидна. Хотя семье сразу, конечно, подарили двухкомнатную изолированную квартиру, мы вручили, даже если не вручили, но это семье не уберегло. Ну и вот фотография, которая мне очень нравится, это Грязевецкий ЗАГС, это Глобовская область, где такие измученные родители тоже их поздравляют с рождением ребенка. Это следующая фотография тоже. И, конечно, женщина сталкивалась с такой проблемой, вообще семья. Почему еще распадались семьи? Одна из причин, это была очень весомая причина, это был алкоголизм. Тот бытовой алкоголизм, который, к сожалению, в отношении, в общем-то, пошел за государственными политиками. Так как это была государственная монополия на водку, водка была очень дешевая. И водка, особенно в условиях такого товарного дефицита, водка, вообще бутылка водки, это было умелимо расплатиться с антидотником, расплатиться с мастером любым. То есть водка была таким ходовым обменным товаром. И алкоголизм, который водка стоил очень дешево. И есть многочисленные примеры того, как женщины писали на завод письма, обращения с просьбой не выдавать мужу зарплату, потому что вот это тоже традиция пойти, обыть полочку, полностью пробить. Проблема алкоголизма и школа была и в городе, и в Севере. И вот здесь как раз женщины называют скрининг это слово, женщины, которые борются с алкоголизмом мужа. Отсюда проблемы без отцовщины. В 70-е годы уже появляются плакаты совершенно другой эстетики. Мужскую силу на помощь женщине. Женщина несет тяжелого чемодана коляску, мужчина забивает домино. Вот здесь как раз уже начинает и в литературе, и в художестве, и особенно в публицистике вот эта проблема двойной нагрузки женщин. Обсуждаться, что женщина слишком перегружена в домашней работе, что ей мужчина не помогает. А бытовая сфера, я назвала очень много всего красивого, но далеко не все работало. Не везде работали химчистки и прачечные, куда можно было отнести белье. Не везде были рядом дымовые кухни. И в шестьдесят шестом году была упрощена процедура развода. В шестьдесят шестом году, то есть до этого это уже было как бы ввеление времени, потому что до этого существовала двуступенчатая сложная процедура развода. Подавая заявление, во-первых, давали нам время выждать, и нужно было обязательно в газете сделать публикацию, это на последней странице в старых газетах, кто фамилиями отчества разводится с таким как фамилиями отчества, домашний адрес, то есть делается такое публичное покаяние, публичное объявление. Вот эта процедура упрощалась. И вы знаете, в шестьдесят шестом году численно было 230 разводов, 360 тысяч разводов было в Советском Союзе, на следующий год было 720. Сразу же. Но это еще объясняется тем, вот такой скачет, что очень многие граки, которые фактически распались, просто люди не занимались этой процедурой, они как бы зарегистрированы. И вот здесь вот картинка есть развод, в сельской семье, деревенской семье мы видим вот такие несчастные лица ребенка, старухи, матери, а табличка показывает вот как раз кривую разводов, в которой, как вы видите, очень хорошо растет, но потом вот идет падение. Падение идет на точные десятые годы, 2001-2010, когда очень активно начало развиваться потребительское кредитование, ипотечное кредитование, многие стали брать квартиры, товары, в ипотеку, и как бы, в общем-то, вот эта насыщенность тем более товарами, заграничными товарами, они становились более дешевыми, доступными, и это тоже как бы повлияло на следующее. Так, ну и вот здесь мы уже переходим, можно сказать, к советскому периоду, к постсоветскому. Конечно, это уже вот опросы, эта табличка с 90-го года по 2019-й. Представьте себе пару, которая решила развестись, что может помешать им это сделать? Вот обратите, пожалуйста, внимание, что как меняются причины. Вот если, например, материальная зависимость несамостоятельности одного супруга в 90-м году это было 7, да, 7% всего, то сегодня это 25. Потому что можно объяснить это так, что в советское время женщина была, разводясь, она как бы была уверена, во-первых, что она была получать алименты от мужа, она, как правило, закон всегда вставал на ее сторону в отношении, что дети остаются с ней, квартира, как правило, тоже остается с ней или как-то разменивается. То, конечно, сегодня, когда не все женщины работают, во-вторых, на том рынке труда, который мы сейчас имеем, зарплаты женщин отличаются от зарплаты мужчин, есть вот эта вилка зарплат, и самое главное, что нет совершенно вот той инфраструктуры бесплатной, которая помогала осуществить материнство. И материальная заинтересованность, материальная зависимость возросла сразу в три столовины раза, вот как мы видим при разводе. Ну и также вот сложности с разделом жилья, там тоже есть увеличение, и неопредаленных препятствий нет, 29 было в 90-м году, и 36. Следующий показ. Вот здесь вот, здесь я хотела бы еще рассказать о таком советском тоже эпизоде, как статья 68-го года «Великите мужчин», которая была опубликована в литературной газете демографом Урланисом. И он писал о том, он обратил внимание на явные демографические перекосы. Ну, известны песни, да, что у нас на десять девчонок по статистике девять ребят. На самом деле у нас это даже он писал восемь. И это связано не только с последствиями войны, хотя они, конечно, тоже значительные части мужчин выкосили. Это связано как бы с мужским образом жизни. Он обратил внимание на то, что, во-первых, средняя продолжительность жизни у женщин в то время уже была на восемь лет. Это значит, что у женщин есть очень большой шанс остаться вдовой. Во-вторых, что, начиная с возраста, с фертильного возраста, то есть вот в двадцати-двадцать четырех лет идет превышение женщин на количество мужчин, потому что мужчина, мужская смертность в два раза выше. И безответственное вот такое поведение смертность в очень ранних возрастах, им призывает в конце «Берегите мужчину». И вот это кинокомедия восемь второго года, где мужчина, вот это советский интеллигент, который ему стал изображать на кино инфантильным, безволенным, без характерным. Здесь сильная женщина, которая вынуждена, какая-то супер-женщина, которая вынуждена решать все проблемы и семейные, и бытовые, и профессиональные. Все решать сам. Ну и вот сейчас я уже перехожу, заканчиваем с советским периодом. Собственно, с чем мы пришли к постсоветскому времени, да, и что у нас, что у нас как бы отличает от каких-то других стран. С одной стороны, наша страна развивается в том же самом русле, если мы говорим о семье, о семейной политике, об идеологии, как и другие европейские страны. Вообще страны индустриальные, да, везде организация, везде малочисленная семья, везде снижение дедности семьи, и одинаковые процессы, как и в нашей стране тоже. Брачность падает, возраст вступления в брак растет. У нас сейчас 24-26, у мужчин 26-29, и по прогнозам демографов, в ближайшие 30-40 лет мы примерно доводим Италию, где средний возраст женщины вступления в брак – это 31 год. Каждый второй брак, как я сказала, заканчивается разводом, и внепрачные рождения до 30-ти процентов в некоторое время. И общество совершенно толерантное, и российское общество в том числе. Вот толерантно к тому, что сейчас называется уже не мать-одиночка, а соло-материнство. Это же тоже как, чтобы исключить какой-то дискриминационный подтекст. Вот есть европейские исследования, такая европейская панель по индексу счастья, по удовлетворенности, которые проходят в 33-х странах. И это исследование особенно показывает, как наша страна, что в нашей стране брак и себя. Брак, он полностью дедоцентричен. Сегодня, как и в позднесоветское время, в центре семьи ребенок, это самое главное, что есть в семье, это так воспринимается, и поэтому, говорят, семья дедоцентристская. Вокруг интересов ребенка, вокруг его обучения, образования, выстраивается жизнь всех остальных членов в семье. То есть не супруга центристская семья, когда корона на родителя, выходите вот рядом, а наоборот. Вот в европейской панели, например, вопрос, жизнь женщины полноценна, когда у нее есть дети, в Российской Федерации 83% согласны с этим утверждением, а в Голландии, например, только 7%. Потому что есть другие сценарные планы для женщины, не только мать. И постсоветское время оно действительно открыло для нас тоже несколько таких сценариев, и они, в общем-то, хорошо известны. Это и работающая мать. Этот сценарий остается. Но это и женщина-домохозяйка, то, что стало доступным для среднего класса, женщина, которая сидит дома и занимается воспитанием детей. Но, если смотреть правде в глаза, хотя вот эта женщина, не работающая женщина-домохозяйка, красивая, ухаживающая за собой, такая всегда такая счастливая и успешная, и мужчина-добытчик, мужчина-кормилец, вот такой, который от него в советское время как бы не особо требовалось, да? Вот эта модель, она стала сейчас такой нормативной. Это такой буржуазный, совершенно буржуазный идеал семьи. Но он недоступен, потому что у нас по статистике фертильных возрастов, то есть возраст 25-35 лет, 83% женщин работают. Кто-то по желанию призвания, кто-то вынуждены, но это факт. И здесь мы никак не выбиваемся из общей мировой картины. Двузарплатная семья, две зарплаты, только так может прожить современная семья. Называют иногда двукарьерная семья, двузарплатная семья, но в нашей стране тоже. И, конечно, положение женщины, которая в семье домохозяйка, оно уязвимо. Оно уязвимо вот по чисто материальным вопросам. Потому что если она не работает, то в случае развода, обрадки очень нестабильные, как мы видим по статистике, она оказывается в очень уязвимом положении. И опросы молодых людей показывают, что когда их спрашивают, какие качества вы цените в своем будущем супруге, мужчины называют такие черты характера, как доброта. Ну, во-первых, конечно, прекрасный внешний вид, но это на первом месте, это можно понять. А потом идут доброта, заботливость. Это вот те гендерные характеристики, которые как бы от женщины ждут. Сюда в традиционном ключе. Доброта, заботливость, там, аккуратность. То женщины называют другие качества. Они называют надежность. Честность. Да. То есть то, что как бы это показывает тревожность женщин еще до заключения брака, в том, что вообще этот брак сохранится. И еще есть такой, кроме работающей мати женщины-домохозяйки, спонсорский контракт. Тоже такая роль, да, такой гендерный контракт, когда женщина соглашается продать свою сексуальность и жить на чьи-то деньги. То, что было как бы осуждаемо в советское время, сегодня к этому общество более толерантно стало относиться. Ну, и появляется совершенно такой немыслимый тоже ранец. Ну, и как бездетность. Чайлд фри. И вообще это право, как бы тоже к этому высокая толерантность. Никто уже это не осуждает. Но все-таки, возвращаясь к где-то центризму, вот это, есть такое еще изменение, как ответственное родительство и вовлеченное отцовство. Вот это исследование, которое вот здесь я хочу популяризовать, это социологи. Жанна Человова, выпускница Морсского университета и Лариса Шпаковская. Это журнал, который стал издавать Всероссийский центр изучения общественного мнения социо-дики. Первый выпуск был посвящен теме занятости, потому что по всем опросам, я думаю, в общем, занятость и сфера труда это то, что наиболее тревожит людей, и то, что в их ценностной шкале стоит на первом месте. А второй – это, конечно, семья. И второй выпуск вот этого журнала «Социотегия» был посвящен семье. И они обратили внимание, что где-то центризм присущ еще советской семье, конечно, но что вот он стал дополнять таким вовлеченным отцовством. Отцовства, как концепта в советское время, не было. Да, она появилась сейчас, и она даже есть сейчас в законодательных актах. То есть мы уже говорим родительство и отцовство. И за равные обязанности, вот если посмотреть опросы, которые касаются членов семьи и их восприятия, распределения домашних дел, то воспитание детей – это там, это тот вопрос, на который наиболее экалитарные ответы, то есть желание наиболее полного участия и мужчины и женщины. 82% опрошенных выступили за то, чтобы были равные обязанности у мужа и жены воспитания детей. Высокая цифра, да? А вот за финансовое обеспечение, что мужчины только мужчин, 59%. Интересно, что они сами, чаще других, заявляют об этом. 66% мужчин согласились с тем, что они должны быть такими добытчиками, кормильцами. И если у женщин вот есть разные жесты, роли, да, мы говорим гендерные роли, то от мужчины, конечно, сегодня ждется только однорода. Мужчина должен быть добытчиком. Мужчина должен быть кормильцем, он должен всех содержать. И вот это, конечно, такая нормативность очень жесткая. Не все могут быть успешными, не все могут быть высокооплачиваемыми. И вот это, конечно, фрустрирует мужчин и является, в общем-то, такой очень жестко навязанной гендерной ролью, с которой не все могут справиться. В приоритете ценностей, если наряду с семьей появляется еще такая ценность, как свободное время. Вот это тоже, как бы, что замечено за последние двадцатилетия. Ценность свободного времени. Не только успех, деньги, но еще и свободное время. Также в актуальной повестке дня появилась такая тема, как семейное насилие. В советское время тоже была тема насилия, но это насилие взрослого над ребенком. Были целые кампании «Не бейте детей», потому что детей пароли, на горох ставили. Сегодня этого нет. Сегодня все опросы, которые фиксируют, говорят о том, что да, вот 91% говорят, да, мы знаем о теме семейного насилия. Но 73% вообще никто с этим не сталкивался. Это не значит, что у нас нет этого насилия. Это значит, что у нас насилие, признается, это когда уже ребенок вот, вот, запоротый чуть ли не до полу смерти. А когда вот вербальный, то у нас вообще не считается насилием. Но нужно сказать, что современные отцы, по сравнению с поколением своих родителей, они говорят о том, что они гораздо больше повлечены в воспитание детей. И сегодня уже ценится не столько наличие детей, но и качество отношений с ними, хорошее отношение. Вот это тоже выходит на один из первых планов. Интересно, что когда вопрос о наказании спрашивали отцов, да, то было отмечено, что уже никто не признает, что там поле добьет, а вот манипуляция с компьютером, решение работа на планшете, видеоигры, вот это выходит на первое место детского наказания. Также социологи говорят о том, говорят о том, что в оценке семейных ценностей есть определенный, конечно, у нас консерватизм. То есть у нас, с одной стороны, присутствует, мы не готовы расстаться с тем завоеванием советского прошлого, да, которое у нас есть в сфере равноправия. Мы западные женщины все-таки, да, мы смотрим в сторону Запада. Ну, вот эти, если мы говорим о политическом языке, о риторике государства, то, а вообще о том дискурсе, который выстраивается, например, в СМИ, то нельзя не заметить того традиционалистского отката, который есть, да. Нас призывают быть, как Петр Феврония, все простить, там, вот, держаться каких-то традиционных семейных ценностей, не объясняя толком, что же подать иметь в виду. Конечно, очень сильно сейчас возрождается вот идеи православия, вообще христианского врага, но, в общем-то, цифры сами показывают совершенно другое. То есть на уровне риторики одно, а повседневная жизнь совершенно другая. Вот здесь вот опрос, насколько для вас важны следующие стороны вашей жизни. С 2005 панель дается до 2020 года. Я оставила только самый верхний вариант Аркета, очень важно. Все годы, все годы лидирует, конечно, здоровье. Но интересно, что посмотрите, там, в семнадцатом году до семьдесят восьми процентов упал, да, а как тут коронавирус сразу девяносто пять. Отношения в семье все годы занимает второе место, да, сейчас это девяносто два процента, было в семнадцатом году. То есть это здоровье и семья, до 2005 года, как бы последние десятилетия, это в шкале ценностей занимают самое первое место. Затем идет безопасность. Личное, не материальное положение, а именно личная безопасность. И вы тоже видите, довольно-таки высокая цифра, восемьдесят пять процентов этим озабочены. Материальное положение семьи. Тут для меня, конечно, было удивление. С восемьдесят четырех, сейчас это вообще, ну, может быть, потому что мы на карантине сидим, какая уже что-то, материальная безопасность, и уже все равно, семьдесят один процент вообще упал. И экология. Экология, которая тоже вот на уровне шестидесяти-семидесяти процентов. Так, ну, вот здесь вопрос, где вы познакомились, здесь как бы возрастные пытаются по крупному населению о том, что пытались его выявить. Знакомятся ли в интернете все-таки молодые люди, где они находятся его партнеры? Казалось, что нет, что все-таки друзья и компании друзей остаются как бы на первом месте. Но зато совершенно ушли такие браки, вот знакомые с детства со школой, да? Вот это то, что была очень распространенная модель романтических отношений, и его сейчас совсем не как-то показывает силулин. И нужно сказать, что, конечно, в индустриальном обществе, каким был СССР, вот этот идеал романтической любви был базовым сценарием. То есть, прежде чем вступить в брак, все-таки должна предшествовать любовь. Любовь. И тот сословный брак, который был в царское время, да, когда родители договаривались о браке, потому что это хозяйственная единица была, нужно было выжиматься, да? Никогда богатство, там, купеческие семьи сговаривались, кто накопал. Все-таки должен был предшествовать брак. И брак без любви, он вообще как бы в советское время как бы так осуждался, да? Сегодня, конечно, когда опрашивают молодежь на каких условиях они готовы вступить в брак, то 66% ставит романтическую любовь, но 55% конечно материально благополучия супруга. То есть, это стало идти очень-очень близко. Как вы относитесь к возможности сексуальных отношений молодых людей в доступлении брака? Вообще, вот эта тема либерализации отношений до брачного секса и вообще сексуальности, она, конечно, в постсоветское время произошла. Потому что в советское время, как сказала участница телемоста, у нас в СССР секса нет. У нас действительно его не было. То есть, не в том смысле, не было в публичной сфере. Об этом не говорили, это не обсуждалось, это не проговаривалось, этому никак не обучали, да? Об этом вообще не проблематизировали. Сейчас, конечно, произошло довольно-таки толерантное отношение и к брачному сексу, и к брачному сожительству, да? Тоже называется гражданский брат. Но все равно вот этот разрыв, разрыв в оценке мальчиков и девочек, он сильно сохраняется. Вот, например, посмотрите, для девушек, да? Когда допустимы, допустимы добрачные отношения. Значит, для девушек, только с будущим мужем – 32%. Второе место – добрачность и социальных отношений – очень допустимы. Это 26%. Для молодых людей допустимы с любой женщиной – первое место – 27%. Т.е. вот это то, что критиковал феминизм, феминистская мысль, о чем писали и социалистическая феминистская мысль, о том, что вот этот двойной стандарт отношений к мужской и женской сексуальности, что женщина контролируемая, да? Это все в традиционных наших воззрениях, в такой очень медленно модернизированной сфере, как традиционное воззрение остается. Т.е. несмотря на то, что женщина сегодня может быть и президентом, и депутатом, и занимать какие-то посты, все равно от нее ожидается выполнение традиционной женской семейной роли. Вопрос – кто занимается воспитанием детей в период карантина? Да? Это тоже очень социологов интересовало, потому что думали о том, что вот, наверное, очень сильно ухудшаются отношения в маленькой квартире. Оказалось, что нет. Оказалось, что опрашиваемые никак не отметили ухудшение отношений, и кто занимается больше ребенком – 80% мать, 6% отец. Т.е. вывод наш такой, скажем, что несмотря на то, что произошло для большинства россиян, семья остается базовой ценностью. Она остается такой зоной стабильности, источником поддержки, материальной поддержки, душевной поддержки. Т.е. это вообще базовая ценность. Но темой раскола остается отношение к феминизму, к гендерному равенству, к насилию. А вот точками согласия и консенсуса в нашем обществе остается как раз высокая ценность семьи и детоцентризма. Т.е. ребенок остается в центре. Хотя, как я уже сказала, мы совершенно лишились. Вот я, наверное, замету даже своему родителю, что как вот действительно мы росли, мы лишились той инфраструктуры социальной, которую давало советское государство. Потому что сегодня мы имеем условно-бесплатную школу, условно-бесплатные детские сады, мы имеем совершенно коммерциализированный мир детства. Он абсолютно стал коммерческим проектом. Все эти развивалки, школы, студии – все это стало коммерческим. Государство совершенно ушло из этой сферы. Оно не обеспечивает никакой инфраструктуры. Сегодня метод влияния на демографическую политику государства – это через адресную материальную помощь. Но самое интересное, что да, есть очень много разных мер поддержки многодетным, тем, кто усыновляет детей. Но эти меры мало работают. Так же, как произошло с материнским капиталом. Это очень краткосрочный эффект, который имеет влияние на бедных. То есть идет воспроизводство в бедных своих, но не работает на тех высокообразованных и высоко доходных стратах, на которые, в общем-то, были первоначально рассчитаны. Ну и в заключение тоже повторю слова современных социологов, что несмотря на алармистские писания призыва о том, что семья переживает кризис, что семья скоро вообще как бы разрушится, что западные ценности тут наступают, да, и хотят разрушить нашу традиционную христианскую семью. На самом деле этого не происходит. Семья очень гибкая, очень адаптивна. Она приспосабливается к любой ситуации. И в этом ее уникальность, как стальные институты. Все. Спасибо.